Привет, ребят! Так случилось, что я вообще в профессию пришел с соревнований и как-то постоянно в чем-то раз в годик доучаствую. И меня дичайше это прет. Хотелось бы рассказать вам, зачем вам, возможно, тоже стоит этим заниматься, участвовать не только в хакатонах, а вообще в любых соревнованиях дизайнерских. И чтобы мой доклад был чем-то аргументирован в принципе, я как пример приведу последний кейс. Это поездка на хакатон Вольво нашей команды зимой. Доклад будет так построен. Я чуть-чуть расскажу вообще, в чем я участвовал, что я вам могу посоветовать, а потом расскажу про саму поездку. Собственно, зачем участвовать? Не только в хакатонах, а вообще в любых соревнованиях. Если вы новичок, или только хотите вступить в профессию, или вы начали работать дизайнером, но у вас еще нет достаточно хорошего портфолио, любые вообще дизайн соревнования — это возможность получить прикольные реальные кейсы в портфолио. И это будут не какие-то, вероятнее всего, лендинги или сайтики. Второй пункт нам говорит, что проект, который вы там будете делать, он, вероятнее всего, будет очень специфичный, и просто на своей работе вы такое не получите. Я за время участия в самых разных конкурсах делал и какие-то терминалы для навигации по городу, и дизайн авиабилетиков, и приложения для полиции выписывать штрафы, и наушники, которые меряют пульс, и в дотке показывают, когда ты нервничаешь, когда катка слетает. Поэтому такого на работе у кого-то попадается, у кого-то нет. И именно всякие хакатоны соревнования вам позволяют такие проекты находить и реализовывать. Получить контакт в известном бренде или работу там же. Проводят соревнования такие бренды, как там Телеграм, Контакт, прочие-прочие, Mail.ru групп, всякие продуктовые большие компании. Те же в Вольво вот собирали хакатоны. Это ваша возможность поучаствовать, если как-то все у вас там сложилось хорошо. Получить прямой контакт, к которому можно обращаться, делать проекты какие-то после уже этих соревнований, ну, либо получить работу. Некоторые у меня есть знакомые, которые вот так поучаствовали на тот же Яндекс в соревновании, потом их туда забрали. Ярко заявить о себе в камине. Ну, тут как получится. Можно и не ярко заявить. Ну, по крайней мере, заявить в любом случае. Получится как-то, остальное от вас зависит. Познакомиться с кучей людей, близких по духу и учиться играть с лучшими. Прикол в том, что хакатон такая штуковина. Ну, там вам деньги не платят, зарплату не платят. Надо приехать, страдать и потом проиграть и уехать домой. Ну, не все на это согласны, не всем кажется это веселым времяпрепровождением. Поэтому люди, которые участвуют в таких штуках, они дичайше заряжены. И это как бы лучший из профессии. Соответственно, если вы с ними соревнуетесь, вы сами становитесь лучше. Если вы выиграете, будут какие-то монетки. Что же важно. И чем круче хакатон, тем больше монеток. Ну, и, наверное, самое важное, для чего это все, это избавиться от скуки творческого застоя. Мы все работаем, каждый день там ходим на работку, сидим 8 часов, пилим какой-то проект. Такие, о, господи, я не об этом мечтал. Я думал, я буду сидеть утром в кафе, на салфетке рисовать гениальные сайты. А я тут, короче, какие-то тикеты заполняю, в почте пишу. Вот, чтобы себя не выгореть, вот человек будет еще доклад делать, чтобы не выгореть и не скучать, можно раз в годик выезжать и где-нибудь поугарать на хакатончике. Почему не участвуют? Конкретно хакатоны, многие считают, что это штуковина чисто для разработчиков. На самом деле не так. Действительно, там есть различия. Есть дизайн соревнования, где вы приходите, рисуете какие-то макеты, жюри оценивает, говорят, молодец вы или нет. Есть хакатоны. В хакатонах вам дают какое-то техническое, надо сделать решение. И вы являетесь частью команды. То есть вы там не один дизайнер сидите, а у вас там есть бакенчик, фронтенчик. И наличие дизайнера сильно усиливает команду, потому что вы делаете не просто технологию или решение какое-то, вы делаете продукт. Вы как дизайнер можете именно помочь команде сделать продукт, а не просто решение задачки. Не хотят тратить время на неоплачиваемую работу. Ну, тут вам решать. Это просто весело. Да, вам не платят, будете бесплатно работать, но заплатят весельем. Многие дико боятся, что гениальную идею украдут, что они приедут, нарисуют макет. Люди по этой причине не делают тестовое еще. Приходят, я сделаю тестовое, вы его продадите. О, чувак, ты его тестовое, только продавайте. То же самое. Ну, особенно дизайн. Ну, когда еще на хакатоне у вас действительно есть решение, там какой-то технологический стэк применен, оно действительно работает. Тут еще, да, возможно, кто-то может посмотреть, сделать так же. Но если вы нарисовали картинку, come on. Кроме того, на самом деле на всех хакатонах права на интеллектуальную собственность остаются у команды, которая решение придумала. Поэтому в случае, если вы там для Вольво что-то сделали реально крутое, им понравилось, они, если захотят заюзать, им придется у вас его выкупить или с вами работать. Что же неплохо. Многие думают, что они уже слишком хорошие, не нужно ни с кем соревноваться. Я сижу у себя в офисе, я тут самый классный сеньор, у меня там модное кресло. На любых соревнованиях всегда найдется кто-то покруче. Поэтому, если вы супер классный, идите, соревнуйтесь, найдете еще более классных чуваков, с которыми можно будет потягаться. Многие еще думают, что они еще слишком плохи. Я типа Джун, я мало знаю, я не пойду, что я там буду делать, меня там развалят. Вас участие в каких-либо вот таких движухах ни к чему вообще не обязывает. Вы приходите, делаете, что можете, смотрите на результат. Проверите, может, вы уже не слишком плохи, может, вы уже слишком хороши. Опытные дизайнеры боятся проиграть молодым и горячим специалистам уровня ниже. Многие так, да, ну я не пойду. Я ходил буквально на первый дизайн-баттл двухчасовой, уже был второй, вот был первый. И там действительно забавно, когда все так выходят, всех объявляют, это там какой-нибудь дебютер-директ, а это чувак-фрилансер. Все, а-а-а, потом фрилансер. Все наталкивает. Ну, типа, каждый решает себе, мне не кажется, что это что-то страшное. Еще многие боятся, что да, если они придут, вот ты такой модный классный чувак, я прихожу и проигрываю в каких-то соревнованиях. Многие считают, что это негативно как-то повлияет на их карьеру. Всем все равно вообще. Никто не сидит, не смотрит в списке, кто участвовал в хакатоне и проиграл. И такой, все, этих людей мы не смотрим. То есть, если вы выиграете, это типа круто, это такой бенефит вам. Если вы проиграли, ничего не случится вообще. Какие бывают соревнования и как к ним подготовиться, что я вам могу посоветовать? Я еще бегаю, поэтому я все это как-то перекладываю на бег. Есть вот такие штуки, как двухчасовой дизайн-баттл. Это 100-метровка. То есть, он может быть 2 часа, есть соревнования подольше, с учетом, что это меньше 1 дня продолжительность. Вы тут как бы ничего не запланируете. Вы приходите, у вас должна быть стратегия, вы должны ее придерживаться. Короче, у вас нет права на ошибку, вы просто валите так быстро, как можете. Как можно подготовиться минимально? Инструменты и сервисы. Если вы собираетесь там какие-то юзать иконки, у вас 2 часа на макет, вы не должны бежать, искать, где скачать какую-то иконку. Или, где же мне найти фотку какую-то. Или, ой, у меня скетч обновляется. Или, ой, я забыл его поставить. То есть, просто подготовьте набор инструментов базовый, чтобы все было под рукой, вы просто визуализировали идею. Работайте максимально быстро. Решение делайте короткими итерациями. Не сидите полтора часа, меню рисуете, а потом там еще 4 секции. У вас в любой момент времени должно быть плюс-минус готовое решение. То есть, вы его сделали, осталось время, прошлись, улучшили, осталось время, прошлись, улучшили. Ну да, и права на ошибку у вас нет. Если что-то придумали изначально неправильно, то все, вы проиграли. Второе — это марафон. Вот типа того хакатона, на котором был я в последний раз, 3-5 дней. Времени чуть побольше, можно чуть больше попланировать. Изначально вы должны проработать хай-левел идею, потратить на какое-то время на это, чтобы у всех участников команды тем более, если вы не один. Было понимание, над чем они вообще работают. Потом вы собираете какой-то базовый прототип, потом дизайн-концепт, ну считайте стандартный флоу. Потом делаете визуальный дизайн всего решения и не забывайте, что на таких движухах всегда есть презентация и питч. Питч — это когда вы выходите и в конце на сцене за 5 минут рассказываете, что вы вообще сделали. И вас судят именно по этому критерию. И есть супердлинные штуки. Называют триатлон. Там надо и бежать, и плыть, и на велике, и с ума не сойти. Это туры на выбывание под месяц и больше. Тот, в котором участвовал я, шел, по-моему, 3 или 4 месяца. И чтобы вы понимали, насколько все плохо, я вышел в финал, в топ-10. Я проиграл, потому что было задание. Надо было придумать механику такую игровую, задизайнить, связанную как-то с Charity. Ну, типа я хочу строить там какой-то домик в игре, я хочу, чтобы он построился быстрее, и мне, условно говоря, надо задонатить на, не знаю, строителям. А если я хочу в игре заунлочить какую-то научную ветку в развитии, мне надо реально денег занести в такое исследование какое-то. И я решил, что классная идея нарисовать это влажью. Ну, типа я взял и просто нарисовал гномов каких-то, сарай, ну, расписал, вышла такая стенгазета. И я уже так устал, это просто был третий месяц, и я просто сутками делал эти решения, дизайны. Мне показалось это классным, я его вывалил, получил ноль из десяти. Поэтому вот на длинных дистанциях планировать надо лучше. Вы берете время на тур, там как идет, идет тур, две недели, три задачи, грубо говоря. Вы делите это время на три, получаете там три дня на задачу. В рамках этих трех дней делите на три фазы. Research, анализ, идея, визуальный дизайн и подготовка презентации. День вы думаете, смотрите, что вы вообще можете сделать, набросить идеи. День вы дизайните, и день вы потом дизайните презентацию, того, что вы надизайнили. И вот так три месяца. Общие рекомендации по участию. То, что уже говорил. Делаете общее решение и это рационно. От общего к деталям, деталям к общему, ты-ты-ты-ты-ты, постепенно улучшаете. Если вы работаете, вот если это не дизайн соревнований, чисто дизайн, а хакатон, вы по факту блокируете всех остальных участников в своей команде как дизайнер, они не могут работать, пока у них нечего делать. Соответственно, вам нужно дать первую какую-то поставку, как можно раньше, и идти всегда на шаг впереди. То есть вы должны супербыстро сделать какие-то вайфреймы, чтобы бакенщик, а такую базу надо сделать, такую базу, такие данные будут. Потом сделать быстрый дизайн концепт, чтобы уже фронт начал что-то делать. И потом бегом, бегом, бегом доделать все остальное. И планирование на каждую активность, то, что я говорил, там, ресерч, прототипирование, концепт, расставьте точные дедлайны и вообще не срывайте их, иначе вы провалите все соревнования. Если у вас идея, что к концу первого дня у вас есть вайфрейм и дизайн концепт, вот что у вас есть в конце первого дня, это ваши вайфрейм и дизайн концепт. Все. Если второй день внутрики, вот делаем внутрики на базе того, что получили в первый день. Нет времени объяснять, типа вот все. Иначе вы не успеете. Вы затянете одну активность, а время не появится ниоткуда. Лучше в конце, если вдруг так сложится, что вы успели, у вас осталось чутка времени, что-то допилите. Все графические ресурсы, инструменты готовите заранее. Не устанавливайте обновления. Вот каждый раз, и все говорят, это глупость, типа ну это бред, кто будет так делать? Вот я пришел со своим ноутом, мне ноут дали новый мак вот этот, вчера. Я говорю, чуваки, можно я типа приду со старым ноутом, у меня там HDMI. Я прочитаю свой доклад и уйду. Они говорят, ничего не случится, возьми новый. Мы не смогли подключить ни один новый мак, хотя казалось бы, стоило ли это делать за день до презентации? Наверное, нет. То же самое с разными обновлениями. Сидишь, тамо, новая iOS. Ой, макось, обновил, все упало, сердцов нет. Такое случается, хотя все знают, так делать не надо. Ну и получайте удовольствие. Любые такие соревнования, это для фана. Ну, не надо быть слишком серьезным, там, убивать людей, там, подсыпать им что-то в чай, чтобы они меньше перфомили. Просто веселитесь. Теперь, собственно, про сам хакатон. Вот такая странная картинка была. Это у них такой был анонс. Как мы туда попали? Кто-то просто нашел эту ссылку, говорит, блин, чуваки, есть хакатон, давайте поедем, кто хочет поехать. Несколько человек откликнулось, мы подали заявку. В общей сложности подалось, по-моему, 200 человек. Команды были по 5 человек, отобрали они 80, по-моему. Ну, это со всего мира, получается, там, сколько, 16 команд. Задача была, не было ничего, никакого input'а. Было сказано, что это Volvo Construction Equipment, что это те, которые делают строительную технику, что это будут в Бегеттабурге, и что это будет что-то, связанное с image recognition. То есть, нужно будет анализировать фотки или что-то типа того. мы собрали чуваков. Это Паша по машин-леунингу, это Андрей, по машин-леунингу это Олег, зачем-то он Unity 3D-разработчик. Но он хороший чувак, но... и мы справились, классно, но он был самый неочевидный здесь. Почему Unity? Ну, Unity. Я дизайнер, и Таня тоже project manager. Окей. Встретились мы все уже в Бегеттабурге. Я никого не знал, и они меня не знали. Вот мы все туда уже приехали, и там как бы познакомились. Это тоже прикол, потому что можно поехать на хакатон уже с слаженной командой, когда у вас настроены взаимоотношения, процессы. А можно вот так с пылу с жару завалиться, и типа, привет, будем делать фронт на Unity. Мы пришли, мы пришли, и там пригнали вот такую штуку. И говорят, чуваки, вот с этим вы будете. Это не мы, это какие-то азиаты. Просто у меня не было фоток. Короче, пригнали вот такую приблуду, и она там дичайше работала, то есть они ее нагинали, и чувак садился в кабину, врубал, эта лобода крутилась, страшно, а тут речка. А вот там мы работали. И мы пришли, и они говорят, что вам надо сделать? Вот мы выпускаем вот такие штуковины, они все делают сами. Там они копают сами, там дичайшие системы. Говорят, есть проблема, пока менюкам ездят, вот это все ломается. А мы не можем, операторы типа не могут. Они говорят, мы им сделали линейки такие, что на Гельциркуль, типа говорим, ну вы типа сами меряете. Они говорят, они этого не делают. И, короче, ломается техника, простаивает, все теряют деньги. Надо решить это. Вот они говорят, вот одна деталька новая, вот деталька поюзанная. Он деталька новая, деталька поюзанная. Они говорят, надо, чтобы с телефона чувак брал перед началом смены, вот так наводил, а ему говорили, можно работать или надо в сервис звонить. Мы такие, ну ок, три дня у вас, да, три дня хакатон. Нужно, короче, три дня вы работаете. Понятно, что вы не работаете три дня. Мы работали по 16-20 часов, последние сутки вообще не спали перед питчем. Поэтому, ну, начну по порядку. Вот, это такое было задание. И мы начали думать, как только эту проблему решить. Есть вот этот алгоритм в Apple, в Google, типа линейка, ты там наводишь, оно само меряет. Проблема в том, что там погрешность, сантиметр, по-моему, а этот сантиметр и есть разница между рабочей и нерабочей деталью. Соответственно, надо было что-то придумать другое. Не Паша, он же гениальный чувак, он говорит, мы возьмем вот эту штуку, вот это вот расстояние и вот эту вот высоту. Оно не меняется, потому что стираются только верхушки. И мы, значит, будем мерять, будем распознавать картинки и будем отношение вот этой высоты неизменимой к вот этой высоте мерять, которая изменяется. И будем, типа, научим нейросеть. Три дня у нас есть, как бы все нормально. И оно заработает. А ты, Андрей, ты должен, короче, все это нарисовать и надо что-то придумать, типа бизнес-логику какую-то, подвязаться к их базам данных. Вот. Собственно, мы сели, я сразу… Видно вообще что-то? Ничего не видно, нормально. То есть была идея такая. Это первый день. Мы задание получили. Где-то за час я быстро вот так собрал, говорю, смотрите, чуваки, вот так мы будем менеджить эти трактора, вот так мы будем сканить, вот такой будет репорт. Мы еще подвяжемся к их базе данных с дилерами, будем говорить, куда позвонить, где ближайший. Мы еще сделаем VR-инструкцию по салоне, окей. Мы так посмотрели все, вот там видите уголки белые, они не белые, они цветные, там есть красные, зеленые. Мы отметили, что мы берем в работу, что не берем в работу. И я начал, ну и через час уже чуваки знали, какие им нужны инстансы с точки зрения разработки. А я начал рисовать дизайн-концепт. И в первый же день у нас уже был дизайн-концепт и несколько экранов. Выглядело это примерно вот так. Видно что-то? Ну так. Ну ладно. Дома посмотрите, может где-то. Была парочка, вот видите, Дольфа Лунгренда? Нам в Вольво показывали рекламу свою. Смотрите, мы в Вольво констракшн-эквипмент, мы сняли классную рекламу, у нас Дольф Лунгренд учит, короче, тренирует, кроссфитит трактора. И там реально видео, если вы в Ютубе наберете, он ходит и ездит на траке, там трактора подтягиваются, отжимаются, типа он их обливает водой, со шланга. Я думаю, ну окей, я его тоже засуну. Собственно, мы начали работать, и уже на второй день было все готово с точки зрения, ну первый день была логика вайфреймы, и концепт, второй день уже в принципе были все экраны, я уже просто сидел с Олегом, и он педалил на Юнити этот UI, а я ему помогал ассеты срезать, потому что мы читерили, и мы делали не все активное, только то, что нам надо, что мы бы не успели. Поэтому там была такая плотная коммуникация. Плюс я рисовал, вам не видно, но тут очень красивые иллюстрации везде. Я нарисовал в серых тонах, которые никогда серые. Я всегда говорю, Андрей, если ты просто черный, ну делаешь серым, на проекторе он не будет показываться. Говорю, добавляй сюда синего или фиолетового. Ну я не добавил, то же самое было в нашей презентации. Мы демоли и белый экран. Я такой, вот тут очень красивые иллюстрации. Но, типа, проблема в том, что кроме этого есть еще задачи, надо научить нейросеть. Как научить нейросеть? Нужно сделать, мы сделали вот это, каждое запчасти, типа по 350 фоток с разного ракурса, разного освещения. Потом надо сесть и вручную показать на каждой фотке, где, короче, вот эта база, с которой мы меряем, а где эти зубцы? И тогда, ну нейросеть всю ночь будет учиться и потом сможет делать вот так. Ты просто делаешь фотку, а она тебе показывает и меряет. Итого у нас было две детали, и у того у нас было порядка 600 или 700 фотографий, которые надо было вот так вручную замапить. Собственно, поэтому, как только все более-менее делали свои дела, все сели вот эти точечки расставлять. Я как дизайнер делал это супербыстро, поэтому я там просто... Фишка хакатона все помогают всем. Если вы видите, что-то можете сделать, то есть нет такого, что ты, чувак, решаешь, как реализовать эту логику, и нам все равно. То есть все думают, все думают алгоритм, как это потом считать эти высоты, как минимизировать количество точек, которые тут будут случайно выпадать, как эти вершины высчитывать. Думают все, работают все. То есть первый-второй день мы закончили с дизайном, сделали эту приблуду, ночью отдали нейросеть учиться. На следующий день я сел готовить презу. Это тоже очень важно. Питч и вообще коммуникация, как нас все рассказало, ну, любой, мне кажется, дизайнер должен это уметь. То есть если вы планируете вообще что-то уметь в этой профессии, вам надо уметь рассказывать, презентовать, отстаивать свои идеи. И питч на хакатоне одна из важнейших вообще фаз. Вы делаете, три дня делаете, но если вы забыли про то, что вы сделали рассказать во время питча, вы как бы этого и не делали. Какие здесь советы? У вас пять минут обычно. Ну, то есть есть несколько видов. Есть вообще elevator pitch, там где 30 секунд, где-то там должен в два предложения объяснить логику своего бизнеса. Тут было пять минут. Нужно из команды выбрать человека, который умеет разговаривать и разговаривает хорошо на английском. Мы такого человека выбрали. Это был не я, конечно. Это было Таня. Но, типа, потом нужно как бы прогнать. Вот мы решили, поставили структуру нашего спича, так как мы расскажем, что мы чуть расскажем про компанию, чуть расскажем, какие мы технологии применили, чутка про наше решение. Потом выйдет Паша, расскажет свою гениальную идею с вот этой изменением высот. Потом мы сделаем техническое демо и все. Типа пять минут. Обязательно прогоните раза три. Вы первые три раза никогда в пять минут не вложитесь. Особенно техническое демо. Если у вас есть что показать, показывайте. Не надо рассказывать. Все сидят и так вот слушают этот булшит, как мы рассказываем, какие мы классные. Всем хочется посмотреть, что вы сделали. Имейте это в виду. На третий день мы как бы все сделали. В третий день у нас был рабочий алгоритм. Мы сфоткали запчасти. Оно распознало. Мы там были дичайше рады, что оно работает, оно распознает эти детали. И Андрей говорит, сейчас я улучшу сервак. И все будет еще быстрее работать. И мы ушли, и у нас не работало ничего. Еще прикол, мы работали, получается у нас там до 9-10 вечера можно было работать в павильоне Вольво. Потом мы топили в нашу гостишку. Если вы не знаете, в Швеции не продают алкоголь в магазинах. Там есть один магазин, который имеет лицензию. Он закрывается, по-моему, в 6 вечера. Как вы понимаете, 3 дня мы пили только пиво и энергетики. И жрали то, что нам приносили вот там мисками просто. Все сидят, ходят. Они носят хавку, а так закидывают в печку. Просто ешь, пьешь. Мы приходили в лобби отеля, и мы попросили чувака, там был такой прикольный владелец. Говорит, мы будем у тебя ночами работать в лобби. Мы не можем. У нас маленькие номера, мы не можем все сесть в одном. Ну, он говорит, окей, давайте. И я говорю, вы же в лобби пиво продаете? Он говорит, да. Говорит, окей, ну, мы минимум до 4 утра, давай 8 бутылок. Он говорит, я могу, но я должен все открыть. Я говорю, зачем? В 4 утра оно выдохнется. Он говорит, у меня камера по закону, если я продаю тебе пиво, я должен его открыть. И я такой, господи, шведы, типа, камон, серьезно. Но он сказал, что он будет открывать очень аккуратно, чтобы я мог закрывать назад. Поэтому мы просто набирали пиво, он его открывал, мы закрывали, садились и работали. Вот. И Андрей классно оптимизировал сервер, ничего не работало. И мы всю ночь этим занимались. То есть тоже уходить третий день никто не может. Ну, я дизайн нарисовал, пойду-ка я спать, ребята. Типа того. Сидят все, что-то допиливают, что-то дорисовывают. В общем, я пошел спать, чтобы был свеженьким утром, часа в 4 утра. Пацаны еще сидели. Я просыпаюсь, никого нет. Думаю, ну все, я проспал, все уехали. Я стучу к Андрею в номер. Вот он как, ну, я уходил, он был в ботинках вот этих. Вот он так и вышел вот такой. То есть он так и спал. Сервака у нас не было. И мы приехали. И у нас не работает. А вчера она работала, а сегодня уже не работает. Почему? Ну, потому что это хакатон. Такое случается. И мы были почти последние. И вот то, что мы, наш доклад в очереди был почти последний, позволил нам за буквально там, наверное, за полтора-два часа до доклада таки поднять какими-то молитвами на духовных скрепах этот сервер. И там просто нужно было сделать 6 фоток. Я вам сейчас покажу там, как бы, как оно работает. Вот я типа делал 6 фоток и просто молился. Потому что если одна из этих фоток могла прилететь и уронить серваки. И все. И я типа фоткал с дрожащими руками. Как происходило дело? Нас объявили. Техническая дема. Мы вышли, чутка рассказали. А потом реально запустили билд. Лежали эти запчасти. Мы их отфоткали. Оно распозналось. У меня нет билда. Я записал просто короткий каст. Вот этот подтягивающийся. Вот такая была апа. Типа ты логинишься. Тут ты менеджишь экскаваторы по номеру своему, как карточками листаешь. Тут данные о последней диагностике у тебя. Если нет диагностики, то нет данных. Ты, соответственно, можешь начать диагностировать. Тут инструкция, которая не видна, которая рассказывает, как тебе что надо фоткать. Ты говоришь, окей, я понял. Есть маска детальки. Нужно две с одной стороны таких деталей, две с другой отфоткать. И по одной с каждой стороны вот этой катушки. По итогу получаешь репорт. Нужен, не нужен ремонт. Статус вот тут каждой детальки. А там working hours. Вот она типа распознана, ее статус, и сколько она еще может послужить. Вот тут ближайший дилер, если тебе нужен. И сколько рабочих часов в кабине показывается. Тут опять ничего не видно, но там нарисована табличка, где номер экскаватора, чтобы его добавить. Вот такой классный лонер я сделал. Типа экскаватор добавлен, окей. И было у нас еще приблудо, что ты просто по кабине водил, выбрав модель, и она подсказывала, какая кнопка за что отвечает. И показывал, где у тебя ближайший дилер в 10 километрах в этом городе. Ну и собственно отсюда ты мог засайнаутиться. И он тебе говорил, что ты красавчик. Вот такое приложение. Рабочий продукт за три дня. Сделали мы и выиграли. Все. Я вам не знаю, насколько сумбурно я рассказал, но это, наверное, одна из самых ярких таких штук за последние годы, которая была связана у меня с работой. Я бы, наверное, посоветовал и хотел, чтобы каждый дизайнер подобные эмоции ощутил, подобный экспириенс проникся, потому что, ну, мы этим типа занимаемся по 8 часов в день. Ну, значит, это важно. Зачем тогда это делать? Я вам покажу коротенький ролик, три минуты, который потом выпустили в Volvo, просто чтобы вы понимали, как это выглядело на самом деле. Welcome, everyone, to the Volvo hack sprint with the focus on image intelligence. The first hack sprint ever that we're doing based on connectivity and digital services, we have to develop new products, new services for our customers to make them more competitive. If we believe that the ideas for these services are coming from inside the company, I think we have to think twice. We need a lot of new ideas coming from the outside. We want to see if we can create some sort of mobile app where we can measure certain parts of the undercarriage using our phones and do that wear calculation and give a suggestion to the dealer. Should I change? Should I not change? Any questions? Three, two, one. As you know, we had over 200 applicants for this hackathon and we selected 80. First of all, we were looking in general for diversity, diversity in background, in gender and in complementing skills. We get to, first of all, be hands-on with equipment. We get to meet people who are experts in their field and also really get to experiment, ask questions, make mistakes, which is the beauty of things like hack sprints. You know, fall on your face a couple of times, get up, dust yourself off and just get on with it. I think that it's very, very impressive, really good work and very well done presentations. I can see that they spend a lot of time not only to focusing on the technical solution but also how to present it and explain what is the business value of this proposition. And the best is Sigma. You have the perfect balance of the user approach, the technical element to it and a live demo. My God, that's a risky game, right? Wow. Really happy. We are really excited. We have a good expertise in automotive and that's why Worldwide is doing a good job in automotive area and especially image intelligence is something new that we wanted to deal with. I thought that this was just something to maybe, for them to maybe do a little bit of experimentation so we can see where we can go in the field of image processing. but they managed to not only exceed my expectations in terms of doing image processing, they actually looked at it from a business perspective and how we could inject this technology within an existing corporation. See you next time! It was a lot of work but definitely worth it. I think this is one of the highlights of my career. Thank you. Well, I think this is all. you can see saying to me you know you're actually watching Продолжение следует...